Немало бывшему Ленинскому району предстоит перемен в связи с преобразованием территории в Ленинский городской округ. Одна из них – изменения в тарифах на общественный транспорт. Если раньше стоимость проезда в каждом из поселений была разной, из-за передвижения между населенными пунктами люди также платили разные суммы в зависимости от расстояния, то теперь во всем муниципалитете введен единый тариф. Таким образом, сейчас стоимость проездов на маршрутов из поселка Владарского, деревни Калиновки, поселка Развилка до города Видное составляет единую стоимость при оплате наличными – это 56 рублей, при оплате банковской карты – это 36 рублей, при оплате карты Стрелка – 35 рублей 49 копеек с последующей индексацией в уменьшение в зависимости от количества поездок. На сегодняшний день в округе 13 муниципальных маршрутов. Четыре из них – межпоселенческие, остальные – на территории города Видное. Стоит отметить, что общественный транспорт у местных жителей пользуется большой популярностью, поэтому изменения в тарифах люди одобряют. Мало ли денег нету или еще что-нибудь, но это единый проезд, теперь люди будут знать, что по одной цене ездят. Правильно. Экономия, люди живут-то очень бедно, и единый тариф, мне кажется, будет самым лучшим. Еще одна приятная новость для пассажиров. 6 февраля в Московской областной думе депутатами будет обсуждаться законопроект, обязывающий перевозчиков сообщать людям об их праве на бесплатный проезд в случае технических проблем с оплатой поездки по банковской карте. В случае неисправности аппарата, который принимает безналичную оплату, перевозчик не вправе оказать пассажиру в оказании услуги по перевозке. То есть одним из признаков исправности технического транспортного средства в том числе является и возможность приема безналичной оплаты. Не все пассажиры знают о таком своем праве, поэтому депутаты и решили доработать давно действующий федеральный закон о бесплатном проезде в случае, если у водителя возникли технические проблемы с аппаратом. Бывает то, что они специально отключают какое-то оборудование и так далее, и производят такие ситуации. У меня у знакомых часто такое бывает, когда именно по банковской карте не проходит, если по Сбербанку, например, и водители просят оплатить наличными. Я считаю, что это неправильно, потому что тогда чек не выдается, и, конечно, стоит проводить бесплатно. Если вы столкнулись с такой проблемой, то смело обращайтесь в диспетчерскую по телефону горячей линии. Номер вы найдете на стенде, который размещен в салоне каждого транспортного средства. Или напрямую в управление дорожного хозяйства администрации Ленинского района. Юлия Погасьян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ.